Итоги сезона 2020-2021 годов в Детской спортивной академии. Общее количество завоеванных медалей тысяча, но чуть больше. 142 медали завоеваны на различных всероссийских турнирах, чемпионатах и кубках России. 67 медалей завоеваны на чемпионатах, соответственно, там есть и призеры, и победители городских соревнований. 25 победителей и призеров различных международных соревнований. 24 победителей и призеров чемпионатов и кубков мира. При этом более 100 спортсменов получили массовые разряды, 7 мастеров спорта было воспитано и 6 кандидатов мастера спорта. Вот такие итоги Детской спортивной академии за один год только, за прошедшим. Это Детская спортивная академия на основе этого лидер. Ну я расскажу, если задашь вопрос. Это, собственно, одна из тем, которые я замучил в 2005 году, и она раскрутилась и пришла вот к такому уровню. Мы готовы? Пишем? Мы закончили предыдущий диалог, большую часть по биографии, на том, что начали заниматься спортивным клубом. Мы начали рассказывать о том, что это был спортивный клуб, разноправленный, с разными тренажерами, с разными секциями, и вот мы здесь. Но перед тем, как начнем рассказывать про все вот эти покрасоты, мне хотелось бы сбоку, мы сейчас находимся в зале бокса, и здесь вот есть такая надпись «Сечь», причем такие русские. Не имеет никакого отношения к клубу. Здесь просто проводился турнир, который я же организовывал, и, собственно, это было достаточно давно, и с тех пор после баннера висит. К нашему клубу не имеет никакого отношения. Важно другое. Важно другое. Как часто в клуб вообще, не только в спортивный, приходят русские парни с национальными нашивками, с истоларотами. Как часто сталкиваетесь? В таком формате нет у нас ничего такого. Это просто название спортивного клуба, и они в свое время были инициаторами проведения одного из турниров, причем международного даже турнира. Точнее, даже два подряд там было. Я привлечен был в качестве организатора, человек, который умеет проводить соревнования. Это мое хобби, я занимаюсь этим очень давно. На самом деле такое хобби. Я, если говорить объективно, профессионал в этом вопросе. У меня на счету много проведенных турниров, включая экстраординарные турниры. Я, например, проводил турнир, не один, конечно, я участвовал в организации турнира, в Казахстане, в Алматы мы проводили на ледовой арене 12-тысячный турнир. Рекордный на тот момент турнир был по боксу, где было самое большое количество боев по боксу за один турнир, самое большое количество титульных боев. И там уже был разыгран титул чемпионки мира по боксу, где казахская спортсменка Фируза Шарипова стала чемпионкой мира в очередной для себя весовой категории. Я принимал участие в организации этого турнира. На 100 стран мира была прямая трансляция, там все такое. То есть мы вот и за границей даже делали турниры. В Астане до этого был турнир, Экспо-2017 такой был, международный крутой форум. Мы прямо в рамках этого форума делали на открытой площадке, там у них сцена такая офигенная. Потому что у меня за спиной много проведенных турниров разного уровня, в разных городах, в том числе даже в разных странах. И вот ребята тоже приезжали, обратились ко мне. Я их познакомил с Джеффом Монсоном, мы провели турнир в юбилейном сначала у нас в спортивном комплексе, а потом был более компактного размера турнир, который я организовал прямо здесь, в лидер спорте, в этом зале бокса. Здесь было все по-другому оформлено, все было красиво. Ну в общем такая творческая интересная история была. А с тех пор я просто баннеры эти повесили, висят и висят. А вообще, как часто заходят, в принципе, в спортивные, ну, заниматься, не в зависимости от каких-то, как часто приходят люди, вот таких взглядов. Понятия не имею. Они вот так вот ходят, что вот я с таким взглядом, не знаю, просто ходят люди и ходят. Что прямо какие-то ходили люди с очевидными, какими-то демонстрируемыми взглядами, такого нет, да? Это обычные посетители фитнеслова. Просто у меня случилось, что я столкнулся с спортивным Куму Финрих, пока не был в Питере, пока они не столкнулись с Олмой. Я уж не знаю, существует ли он до сих пор, но когда на встречу с Юльным пришла... А, я еще такое видел, не имею вообще представления, не слышал даже. Да, я понимаю, просто скажу, они занимаются вот всей способностью в одном месте. Естественно, я знаю, что бывают люди вот каких-то там национальных, они собираются вместе, занимаются... У нас, к сожалению, там у леваков, да, у полунистов, вот нет пока такой культуры вообще занятий. Я знаю частные случаи, когда небольшие группы собираются, но не знаю, сталкивались, не сталкивались, как будто бы... Нет. Абсолютно. Это просто клуб, который имеет такое название, и они, как бы, вот один из их парней там занимался организацией этого турнира. Тоже был интересный турнир, потому что это был турнир с Джеффом Монсоном, которого там я тогда с ним был знаком. Ну, я знаком уже был до этого, с ним связался, стыкал ребят, его притащили из Америки. Там такая была история интереснейшая, я думаю, ну, в общем, это отдельная тема проводили. Давно это было. Вы знаете, когда я вот здесь иду, у меня полное ощущение, что я иду просто по Чернобыль. Людей нету, просто тишина, никого нет. Даже вот эти пластиковые бутылки, видимо, случайно она сюда попала. Потому что во всем остальном я как будто попал в Советский Союз, который застыл здесь в 89-м. Вы знаете, хочется как в церкви подойти и шапочку снять. Вот эту историю по поводу того, что Крыму не хватает электроэнергии. Что нужно срочно завозить сюда электростанции, дизельные, что-то еще придумывать. Только вот сзади меня стоит электронная установка. Даже звуки же издают. Но они не работают. Половина из них разобранных. Половина разобранных на половину. Некоторые установки вообще в принципе сняты. Остаются только осты в этих установках. Симферопольцем достаточно известен. Здесь любили поиграть в страйкбол. Да? А вообще в действительности это институт и завод электромагнитной памяти и микроэлектроники. Построенную в советское время, который в 90-е не пережил. Это уже, когда это получается 95-е, когда вот развал пошел, вот тогда уже виноградники уже можно закончились. Вот как табачный, табак закончился, все закончилось. Откуда виноград может быть там у вас в магнике? У вас не будет винограда. Вот в этом году, можно сказать, первые урожаи винограда вот в этом году начнутся. Ничего, никакой работы сейчас нет здесь у нас. Табака нету. То табак был, работали. А сейчас табака-то нету. Ну, не чудеса света, а вот, ну, человеческого, как это, ну, когда человек там, реки-пс-пять. Вот это одно из таких маленьких чудес, которые с помощью человеческой глупости можно, или каких-то там амбиций кошельковых можно уничтожить. То есть основная задача напоить их. Сейчас это стало, конечно, гораздо, с каждым годом все проблемнее и проблемнее. Сейчас насколько сложно здесь работать? Вот насколько сложно, вот эти молодые захотят здесь остаться жить? Или не захотят? Нет. Не захотят? Нет. Просто сейчас вот я смотрю на молодежь, она хочет жить красиво. Ну, как таково здесь, у них нет такой перспективы, чтобы они здесь жили красиво. Перспектив? Нет. 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 Хочу показать Крым не такой, как вы привыкли видеть. Крым, который нас обходит стороной. Крым, который мы потеряли. Или Крым, который нам не принадлежит. Я не смогу показать и отразить всех проблем в Крыму. Но я смогу показать вам срез, который будет очень интересен вам. Как вообще, что толкнуло занятия организации спортивного клуба? История проста. На самом деле я был в свое время приглашен в качестве, ну, такого, не знаю, почетного члена клуба в один из премиальных фитнес-клубов в Санкт-Петербург, которые только открывались. У нас такая история была. Я же всю жизнь занимаюсь спортом, ну, давно уже. Я с 84-го года занимаюсь железом. Это сейчас я такой дрищик, потому что сила определенных обстоятельств. Я похудел, я сейчас примерно минус 15 килограмм к той обычной форме, которой я был. Ну, то есть, совсем по-другому выглядел. И я занимаюсь в обычных, так сказать, в зале тяжелоатлетики политеха. Там я, так сказать, достиг определенных результатов. Стал мастером спорта по лифтингу, потом в жим лежа ушел. Там у меня были более-менее нормальные результаты. Я там трижды был призером в России по жиму лежа. Вот. И, ну, город там выигрывал, и был рекордсмером много раз. И, соответственно, вдруг открылись фитнес-клубы, как некое новое явление. Да, вот пришел к нам капитализм этот западный, и вот появляются фитнес-клубы. Первый открылся здесь не так далеко. Я не помню даже, как он назывался. Я туда пришел, вообще не понимаю, как это все бывает. Что можно, что нельзя. Ну, привык в обычном зале таком рабочем. Вот здесь так все, типа, нарядненько. Можно ли вас попросить подстраховать к тренеру? Не будет ли это стоить каких-то денег дополнительных? Ну, так какие-то. Я вообще не знал, как себя вести. Тренер, да нет-нет-нет, конечно, подстрахуем. Причем, что было интересно, я тогда был в приличной форме. Ну, так, реально, неплохо. Я тогда жал, к примеру, 200 на 10 раз. Я пожал, тренер несколько раз. Ну, так, они потом мне рассказывали через некоторое время, что, когда меня подстраховали, потом шли в сторону немножечко там за стеночкой, там, у них приключилась некая истерика. Но они до этого момента такого не видели. Это давно просто было. Сейчас уже народ более-менее что-то поднимает. А тогда таких, в общем-то, результатов было немного. И вот первый открылся, а потом открылся премиальный клуб у нас на набережной Робесперы, самый-самый-самый такой пафосный планет фитнес, тогда открыл у нас. И туда собралась вся тусовка городская. Там были представители правительства, там, и городской, там, ЗАГСа, туда, естественно, там, топовые бандиты в те времена, там, все-все-все. Набережная Робесперы, очень интересно, это здание находится прямо напротив нашего, это самое, следственного изолятора Кресты. Вот прямо напротив. И народ ржал, что одни смотрят в окошке на свое будущее, другие на свое прошлое. Ну, в общем, такое было место. И вот я туда походил около года, ну, как раз год, да. Тут открывается еще один премиальный клуб, фитнес-палас, и один из владельцев этого клуба меня знал достаточно давно уже, и просто меня пригласил, поскольку я что-то в спорте уже тогда более-менее показывал, уже в кино начал сниматься, физиономию как бы, хотел, чтобы я там посвятил. Мне подарили золотую карту, я стал туда ходить. Через некоторое время они попытались начать его раскручивать, потому что для этого открывали его, по сути, для себя, чтобы, ну, такой тусовки, он такой реально премиальный, небольшой, компактный клуб. Вдруг они решили, почему будем начать зарабатывать, надо его продвигать каким-то образом, значит, нужно заниматься каким-то там рекламой, все такое. А поскольку я до этого имел определенный опыт в продвижении своего охранного предприятия, я говорю, да давайте, они хотели просто интервью у меня взять, я говорю, это все детский сад, давайте я вам попробую просто помочь. Я туда притащил спортсменов, актеров, Хабенского, Пореченкова, режиссера Дмитрия Дмитриевича Мецкого. Я как раз тогда снимался с ними, они у меня как бы стали членами клуба, причем Пореченков даже некоторое время ходил. Я с ними записал интервью для глянцевых журналов, там был фритайм такой журнал, ну, бесплатно раздававшийся, ну, такой премиальный тоже там, хорошие там товары и услуги. И, собственно, такие большие развернутые интервью об их творческой деятельности, где в конце аккуратненько было, как вот, вам же надо форму, наверное, поддерживать, чтобы такие непростые режимы съемок и все. Да, вот я, кстати, тут между делом занимаюсь там-то там, вот такая вот была аккуратненькая рекламка. Я, когда во все это дело был погружен, меня стали приглашать на, типа, совет директоров таких, и тогда я впервые заглянул в фитнес-индустрию не со стороны клиента, а со стороны организаторов. Узнал сложности, проблемы, расходная часть какая-то, ну, в общем, целая-целая куча всяких вещей. Ну, просто так уж получилось, я получил какое-то представление о том, что это такое. И вот этот у меня, так сказать, опыт небольшой был. И вдруг меня приглашают посниматься в рекламные фотосессии для развлекательного комплекса «Лидер», который находился вот здесь, где мы находимся, в этом здании. Ну, правда, вот этого ничего еще не было тогда. И было только здание недостроенной фабрики, в которой был бизнес-центр открыт, и был огромный развлекательный комплекс «Лидер». Там на 10 тысяч квадратных метров свободного пространства, где стояло 80 бильярдных столов, огромное количество дорожек для боулинга, ну, в общем, такое экстраординарное. Крупнейший в клубе бильярдный клуб был. И они проводили рекламу под названием «Размер имеет значение». Им нужен был накачанный парень для фотосессии. Повторюсь, я тогда был накачан. И, соответственно, меня туда пригласили, да, и поснимали меня. И пока съемка происходила, я познакомился с директором этого молодого парня, там, Павел Тимес, там, мой тезка. И мы с ним разговаривали, я говорю, слушайте, у вас огромная территория, может быть, вам фитнес открыть? Он такой, а что такое фитнес, там, качалка, что ли? Я говорю, нет, фитнес – это не качалка, это другое. Давай я тебе покажу. И взял его, отвел в фитнес-клуб «Спортлафи», тогда занимался в «Спортлафи». Он, занимавшись там, говорит, слушай, интересно, давай-ка я предложу это собственнику этого комплекса. Мы приходим к нему, он говорит, что это такое, вот так и так. Он говорит, а нам как раз предлагают некие новые площади, и мы думаем, чем их занять. Может быть, предложить вот фитнес-клуб? Я говорю, давай, если мы тебе дадим планировочки этого, так сказать, помещения, сможешь нарисовать, как ты себе это видишь? Я говорю, вообще не вопрос. У меня же бэкграунд, я же конструктор танков, все эти чертежи, компоновки, все остальное, это же для меня все понятно и близко. Хочу, плюс конструктор танков, фитнес-клуб. Да, да, да. Я рисую, прихожу, он говорит, отлично, идем к собственнику здания, значит, и говорим, вот так и так, вот ты предлагаешь помещение, мы думаем сделать фитнес. Он говорит, прикольно. Я говорю, вот так и так, если в таких объемах это сделать, мы можем сделать фитнес-клуб самым большим тренажерным залом в городе на данный момент. А сам фитнес-клуб? Я говорю, сам фитнес-клуб не будет самым большим, потому что мне выделяете 3,5 тысячи метров, а совсем недавно открылся клуб планеты фитнес на Петроградской набережной, по-моему, 3,700. Он такой, а если я еще пару пролетов вам выделю, там, вот этих вот между колоннами, вот эти вот пролеты, и будет, например, 4,200, я говорю, тогда будет самый большой. Я говорю, давайте-ка попробуем нарисовать такой клуб, сказал он, я его нарисовал, и мы его открыли. Потом, через некоторое время, мы его еще развили, сейчас он 6 тысяч метров, он действительно большой клуб, но ты уже получил представление, прошелся, так сказать, да. Так вот это все дальше развивалось следующим образом. Я нарисовал, он заинтересовался, привлек своих партнеров, мы обсудили условия игры, мне дали небольшую долю за мою, так сказать, интеллектуальную вот это, вклад, да, там, что это все это дело. Договорились об этом, и так был запущен этот клуб. Я занимался, значит, сначала проектированием, были приглашены, соответственно, дизайнеры, проектировщики, архитекторы, я с ними занимался, потом был проведен тендер, была выбрана строительная компания, я курил стройку. Опять-таки, мне проще, я технарь, поэтому вся инженерия, все остальные вещи, мне просто, как бы, я через эти дела, ну, пропускаю. Внимательно очень относился к тому, что и как надо проектировать, потому что, на самом деле, существует очень серьезная проблема, сейчас, я думаю, она уже более-менее отработана, потому что уже годы там прошли, а тогда это было очень интересно. Есть определенные правила строительные, строительные нормы правил, там, с НИП, там, да. Мне, как технар, все это было несложно, есть определенные нюансы, которые весьма важны, я сейчас не знаю, наверняка уже все это доработано, но в те годы это было относительно новое явление, фитнес, как, так сказать, вид деятельности. И когда строили, ребята, приглашаешь проектировщиков, которые создают проект, они пользуются определенными строительными нормами и правилами, с НИПами, да, если есть на какое-то потенциальное количество, сколько у вас будет заниматься людей, столько-то, исходя из этого требуется такое-то количество душевых. Я говорю, нет, мне нужно, чтобы было столько-то, столько-то и столько-то, чтобы они, когда заканчивается тренировка, все приходили и все такое. Потому что те нормы, которые были раньше, они были рассчитаны на совершенно другой формат посещения. Пришла там секция, позанималась, ну, как-то по-другому все, мне, говорю, надо. У меня групповые занятия одни, вторые, третьи, сейчас об этом рассказываю, у них иногда может заканчиваться практически в одно время, и толпа приходит, мне надо, чтобы они не стояли в очереди. Поэтому мне нужно вот столько-то душевых, приходят с ними бороться, они, да, вот есть же СНИП, я говорю, я же не меньше норм прошу, я прошу больше, будь любезен, сделай. То же самое, норма водоподведения, норма водоотведения, сколько воды в кубометрах в час там надо давать. Они опять по СНИПу, исходя из количества людей, столько. Я говорю, ребята, это вообще не катит, потому что у меня вечером они придут, все одновременно откроют все те мои душевые, которые я насчитал, и нужно, чтобы там была вода. Им не объяснишь, что исходя из СНИПов за сутки требуется такое количество воды, если там из этого душа как бы капать, да. Поэтому я топо проводил лабораторную работу, можно так сказать, брал, открывал душ, на время наливал ведро, засекал сколько там, 10 литров за сколько там секунд набирается, множил на количество душевых на всех, добавлял там туалеты, раковины и все остальное. Говорю, мне нужно вот столько кубометров в час, а не пэк-пэк там, кряхтя там. Ну, говорю, вот будет столько, тогда будем строить. Ну, так вот и все и делал. Ну, дальше нам все, естественно, электрика. Мы даже перекрытие делали. Вот были в тренажерном зале, его не было перекрытия. Это был вот такой вот потолок 9 метров, и на высоте 4,5 мы его создавали. Это все вот с нуля было. Потому что строительство было крайне интересным периодом для меня. Вот это в 2005 году, вот этим клубом вы занялись. Да. И это фактически там в той или иной мере ваше детище. Я бы сказал, что да, потому что деньги там были не мои, но вот все, что надо было нарисовать, создать, пригласить, контролировать, это всем занимался я. После чего, как я построил, закупка тренажера, все есть, естественно, тоже. Мне помогала вот Ира Кириллова, менеджер групповых программ, она помогала в проектировании, в том числе залов групповых занятий. Я в этом деле не Копенгаген, поэтому, в общем-то, была оказывана, ну, она после чего и была руководителем этого направления. Многие годы собирала там команду и все остальное. После чего, как мы его построили, оборудование все закупили, все расставили, набрал я, естественно, персонал, настроил все бизнес-процессы, все это дело запустил. То есть, конечно, клуб был конкретно создан под моим руководством, я действительно считаю его своим детищем. Здесь единственный, по-моему, недостаток, по-моему, от отсутствия бассейна. Это не недостаток, это некая данность, потому что в этом помещении как бы бассейна просто физически нет, потому что это уже готовое здание, здесь его просто не сделали. Как проходили идеи делать вот такие залы, такие залы, почему занялись детскими направлениями? Сейчас расскажу. На самом деле этот клуб достаточно креативный такой был, ну, такой инновационный. Мне вообще нравится что-то создавать, я не люблю шаблоны, мне нравится что-нибудь придумывать. Я, например, придумал следующую вещь. Фитнес-клуб классический того периода представлял себе следующую тему. Как человек развивает свое тело? Оно неким образом строит? Это, по сути, занятие в тренажерном зале, то есть можно некой скульптуркой заниматься. И вторая составляющая подготовки этого тела, это чтобы научить это тельце двигаться. Соответственно, у девчонок была возможность этим заниматься и тем и другим. Большое количество групповых программ, как правило, присутствовало в фитнес-клубах, и там можно было развить гибкость, ловкость, выносливость, все что угодно. А в тренажерном зале можно было что-то там дотащить, точить там и все такое. Для парней здесь был только тренажерный зал на тот период. И практически везде, если и проводились какие-то занятия групповые, очень их было немного, и парни вообще не очень любят заниматься групповыми занятиями. Помнишь, такая была в 90-е годы? Помнишь, в 90-е песня там мужики не танцуют, Шварценеггер не танцует, он даже ходит с трудом. Не помнишь, такая была смешная песня? Ну, в общем, не очень популярны были групповые темы. И иногда стали в фитнес-клубах проводить занятия по тем или иным единоборствам, чаще всего это был бокс, где-нибудь в зале аэробики, повесить где-нибудь в уголочке мешочек, и там пару раз в недельку запускают мужиков, чтобы они позанимались боксом. Я подумал, что это несправедливо, надо бы эту дискриминацию убирать, надо же создать нормальные полноценные условия для мужиков, чтобы они тоже могли развивать свое тельце, не только с точки зрения строительства его, но еще двигательно. И поэтому я точно таким же образом решил интегрировать единоборство в фитнес-клуб. Уже тогда было построено на самом старте два зала конкретно для занятий единоборствами, не групповые, куда можно забежать на время конкретно для занятий единоборствами. И был введен формат, что в рамках абонемента, как на групповые ходят девчонки, любой член клуба мог ходить на занятия единоборствами. Это входило в абонемент. Там несколько секций одних, вторых, третьих. Ты спокойно захотелся на бокс, попрыгнул. Бокс, тайский бокс, кикбоксинг, самбо, там еще что-то. На одно, на второе можешь ходить, там, вот сколько уроков есть, назовем так, уроками, да, там, занятия, тренировки, да, вот можно как бы, это все входит в твой абонемент. Это вот я ввел такое. На тот момент, когда мы открывали, было 10 видов единоборств, там, примерно, и все такое. Нет, ну, я вот сейчас даже обратил внимание, у вас, ну, у Айтай вы назвали, у вас ким-то есть. Сейчас, кстати, его нет, мы сейчас будем опять заводить, там, кик, наверное, да, там, но это все меняется со временем, потому что есть тренер, нет тренера, популярно, не популярно, там много всяких вещей, да, там, идет, не идет. У вас вообще, вот, ким-плей есть, тоже такой, не очень популярный. Ну, есть, на самом деле, вполне себе, у нас Руслан Акумов тренирует, который создатель УКОДО такого стиля, на самом деле, а вот он там сейчас кемп, это тоже приводит, он там с Международной Федерацией объединился, у него воспитанников, чемпионов, какое-то невероятное количество. Ну, сейчас еще об этом поговорим. Вот детей, да, значит, при расширении, мы расширили клуб, вот я сказал, 4200 был в самом начале, потом стал 6000, потому что, примерно, в 2008 году появилась возможность его расширить. И вот добавил, потому что это все очень активно пошло, и вот этот зал был как раз-таки тогда и построен. Плюс зал борьбы вот этот здоровенный, да, там, и все. И мы дополнили, естественно, секса стало больше, и появилась возможность конкретно детей запустить в нормальные условия, потому что детям надо бы развиваться в детских раздевалках, потому что, ну, маленький совсем детям, он не же пойдет во взрослую раздевалку. У нас нужны специальные трения. Естественно. Главное даже условие, где его переодевать. Есть, например, пацаны более-менее, ну, девчонки, которые более-менее уже взрослые, и они могут самостоятельно. А если совсем маленький, у нас там занимается, там, с 4-х лет, например, он вообще переодеваться толком не умеет. И ты же не запустишь его во взрослую раздевалку, мальчика такого, да, там, пришел он с мамой, мама не зайдет его переодеть, там, или там папа с дочкой, ну, куда и как. Поэтому, соответственно, были созданы раздевалки для детей, где родители приходили детей переодевать. Вот такую историю создали. И мы развили эту тему, и запущена была вот эта история с детскими секциями. На сегодняшний момент, вот, уже история прошла, я, так сказать, могу сказать, что она себя оправдала. Куча людей занимается единоборствами, интегрированными в фитнес. Сейчас это подхватили, естественно. Тогда я был, ну, так, могу, так сказать, без ложной скромности сказать, что я был первый в стране, кто всем этим занимался. Причем, я думаю, не только в стране, я думаю, что фитнес-индустрии, чтобы вот так интегрированы были единоборства, наверное, особо никто и не делал. Ну, по крайней мере, когда Монсона сюда притащил, он ходил с открытым ртом, такой, ой, ничего себе, ну, такого не видел. Там, говорит, я, ну, вот. Был интересный знаковый момент. Много лет назад я ездил в Москву на конвенции, там проводятся такие конвенции в фитнес-индустрии, особенно тогда они проводились. Со всей страны собирали людей обучать, как бы, фитнесу, там, как бизнесу и все такое. Я приехал, и там был докладчик, который рассказывал о том, что вот он интегрирует тоже там единоборства в Москве, там, кто-то проводит такие уроки, долго рассказывал о том, как и что он делает. Говорил, что очень важно в фитнес-клубах проводить единоборства в таком формате, чтобы это были бесконтактные, потому что, не дай бог, какие-то травмы там и все остальное. Но потом я, знаете, вот у меня вот в клубе 10 видов единоборств, вполне себе контактные, все в порядке, никаких вопросов. Он такой, ну, я имею в виду фитнес-клубы, а не центры единоборств. Я говорю, я, собственно, тоже имею в виду фитнес-клубы. Я говорю, приезжайте, посмотрите. Вполне нормально занимаются различными видами, в том числе контактами. У нас здесь ММА есть, боевой самбо, ну, куча всего, на самом деле. Так вот, за эти годы детское направление. На сегодняшний момент занимается около тысячи детей. Это общая образовательная школа, целиком с первого по десятый класс. То, что у вас здесь детская академия? Да, это потом назвали детской спортивной академией. Что интересно, инициативы проявил собственник этого бизнеса на сегодняшний момент. Там долго была история, там фитнес-клуб был выкуплен собственником здания, теперь он принадлежит как бы собственнику здания, да, этот клуб. То есть, интересно. То есть, он, да, сначала просто сдал помещение в аренду, а потом выкупил. В 2012 году это произошло, да. Значит, и вот он был инициатором того, чтобы это направление детское было переформатировано именно в детскую спортивную академию. Ну, так, так сказать, некий больше статус. Он очень большое внимание уделяет детям. Он вообще, на самом деле, фанат этой всей истории. Я задам кагазный вопрос. Положаться руку на сердце. Он это делает в первую очередь потому, что хочет развить детский спорт, или потому что на этом хорошо заработает? Вот в данном конкретном случае, с вероятностью 99,9-х, это конкретно его тяга сделать мир лучше, я бы так сказал. Вот реально такие люди есть, невзирая на то, что он конкретный миллиардер на сегодняшний момент, да, уникальный в этом плане человек. Мне там, с моими левыми взглядами, при всем при том, крайне интересно за ним наблюдать. Мало того, что в фантастической работоспособности человек, очень с хорошим интеллектом, то есть, это прямо круто смотреть за ним, сколько он всего успевает. Он ученый, он пишет книги, вот такие вот книги, там, помимо всего прочего, что ведет бизнес. Он кавказец, и он у тебя на родине развивает детский спорт, там, целую кучу. Если ты сейчас еще добавишь, что он качок, то это вопрос. Качок, он мастер спорта по вольной борьбе, он занимается спортом, фиг знает сколько там, объем у него тренировок такой, что вообще космос. Это просто какой-то терминатор. Самое смешное, что реально это так. И то, и все, и пятый, и десятый. Смешное, да это так, да. Меня как-то просили о нем сказать, несколько слов, я сказал, знаете, вот у меня складывается впечатление, что такой инопланетянин, с точки зрения количества того, что он делает, вот безложная скромность, что есть, то есть, да. При всех моих левых взглядах смотрю на него и поражаюсь. То есть, он огромное внимание, кучу времени уделяет тому, чтобы развить что-то для детей, сделать мир лучше. Вот как называется этот Гранд Каньон? Он его называет центром развития, он его называет торгово-развлекательным комплексом. Для него категорически важно, чтобы это было не место, где просто продают-продают. Здесь можно было бы получить очень много всего. Здесь есть дивный город. Вы еще, наверное, его не видели, потом, может, покажу. Площадка сумасшедшая. 20 тысяч квадратных метров выделено под детские всякие направления. Там есть обучающие всякие вещи, там аттракционы, там, естественно, и магазины, и развлечения. Детский театр там есть. Вот есть Китбург. Ну, просто потом покажу. Это, блин, космос. Я думаю, что аналогов, может быть, даже в стране нет. И вот он, весь дизайн ходил там, он щепетильно ко всему относится. Там каждую финтифлюшечку, чтобы было все красиво. Ну, вот его прямо прит, чтобы сделать хорошо. Вот это реально желание сделать мир лучше. Вот что есть, то есть, он детей просто прется от этого дела. Вот поэтому для детей, для детей. И когда вот эта тема была, он входил в лидер спорта, там, становился совладельцем. Давай, говорит, это направление развивать. И исходя из этого уже, там, давайте на новый уровень, все такое. Так вот, я говорю, на сегодняшний момент в этой академии там занимается тысяча примерно человек. Это, вот я говорю, целиком общая образовательная школа. Вот средняя, да? У меня сейчас ставлю ставку с этим с количеством медалей. Да-да-да. Так, итоги сезона 20-21 годов в детской спортивной академии. Общее количество завоеванных медалей – тысяча, но чуть больше. 142 медали завоеваны на различных всероссийских турнирах, чемпионатах и кубках России. 67 медалей завоеваны на чемпионатах, соответственно, там есть и призеры, и победители городских соревнований. 25 победителей и призеров различных международных соревнований, 24 победителей и призера чемпионатов и кубков мира. При этом более 100 спортсменов получили массовые разряды, 7 мастеров спорта было воспитано и, сколько, 6 кандидатов мастера спорта. Вот такие итоги детской спортивной академии за один год только вот за этот, за прошедший. Да-да, это же вот реально огромное, так сказать, за год только. Мы воспитали невероятное количество детей, которые стали спортсменами, при том, что формат мною задуманный выглядел следующим образом. Возможность заниматься детям в спортивной секции так, чтобы от тебя не обязательно требовали выступления в соревнованиях. Не всем детям это нравится, а занятие физической культурой через тот или иной вид спорта крайне важно для общего развития, для здоровья и все остальное. Даже для внутренней самоорганизации. Очень важно, да. Но не все дети любят соревнования. А я бы сказал, что очень большое количество людей нервничает, чрезвычайно проиграет. Ну, реально стрессовая история. И кому-то это хорошо, а кому-то нехорошо. И бывали такие форматы, я даже в свое время выступал на одном из левых, так сказать, мероприятий, где я рассказывал, сравнивал спорт в СССР и спорт России в нынешней. И говорил, что я, например, занимаясь спортом в Советском Союзе, прошел со второго по десятый класс, там гордым лыжами я занимался. Я был таким спортсменом. Так вот к концу нашего обучения два человека занималось спортом. В значимой степени, потому что те или иные дети походили в спортивные секции, а потом оказались не очень там нужны. Потому что результатов не показываешь, ну и не очень нужно. И была история, что... Ты поставила другая, и в результате... Не все так просто, но мотивация была совершенно очевидна. Знаешь, за что давали, и до сих пор, кстати, дают звание заслуженный тренер России, тогда Советского Союза? За воспитание чемпиона мира. Ты можешь воспитать миллион перворазрядников, это никогда тебе не даст звание заслуженного тренера. Ты можешь воспитать одного, по-моему, чемпиона мира, или двух чемпионов Европы, но что-то такое я точно не помню. Тебе дают звание заслуженного тренера. Со всеми преференциями, которые выражаются, в повышенной пенсии и все такое. Это в определенной степени показывает ориентир, что хочется на выходе. Так вот, в Советском Союзе было ровно так, в общем-то. И при всей массовости спорта все равно, в общем-то, была задача воспитывать людей, которые дают результаты. Да, они... Если ты не состоялся, если ты не показываешь результат, тебя на сборы не таскают туда-сюда. В общем, короче, ты не очень нужен. И большая часть детей, в общем-то, если пошла, так пошла, а не пошло, так и не пошло. У меня из всего класса занималось много детей. На выходе в 10-м, вот был я и еще одна девчонка, вот мы продолжали заниматься спортом вплоть до 10-го класса, остальные перестали. Здесь формат такой, что ты ходишь, здесь за деньги, там бесплатно, есть принципиальная разница, безусловно. Но если ты сюда пришел, то тебя никто не заставляет выступать. Но при всем при этом, если ты хочешь, тебе эти условия созданы. Готовят, выступают. Ну, ты понимаешь, вот такой уровень результатов. Мастеров спорта здесь воспитываем. За эти годы, за вот эти уже более чем 16 лет, воспитано огромное количество конкретных спортсменов. При том, что еще гораздо больше прошло через эту секцию детские ребят, которые, в общем-то, получили здоровье, физическое развитие и тому подобное. Это гораздо важнее. Потому что результаты это круто, а еще гораздо круче, что это. Я просто даже не могу сочетать, какое количество детей прошло через нашу вот эту тему. Я этим в определенной степени горжусь, потому что вот левый, сейчас бизнес, там наверняка будут кидать помидоры, там левый человек там рассказывает. Мы живем в условиях капитализма, от этого никуда не здесь, ты живешь вот в той системе, где ты живешь. Ты можешь, конечно, там... Ты можешь что-то делать тут или вообще ничего не делать. Сидеть дома и качать, что ты... Да-да-да. Так вот, существует в моем представлении принципиально два типа бизнеса. Одни типы бизнесов, которые в целом работают... Да-да-да, одни это там. Торговля алкогольными напитками, еще какая-то дрянь. Ну вот все то, что разлагает, да. А если ты, например, занимаешься вот фитнес-индустрией, то ты помогаешь людям становиться здоровее. Это ты на них зарабатываешь, да. Как бизнесмен ты заинтересован, чтобы они к тебе приходили, да. Но в результате, придя к тебе, они тоже от этого что-то получают. В принципе, я такой... Можно подошел. Одно дело, когда ты просто торгуешь, а другое дело, когда ты ставишь производство. Это тоже, да. Но я говорю, созидание, созидание. Благие бывают, есть праведные и неправедные виды бизнеса. Вот когда вот люди зарабатывают на несчастье людей, это неправедный вид бизнеса. А когда люди зарабатывают на позитиве и на счастье людей, ну если так огрублять, да, вот это хороший праведный вид деятельности. Чем больше здоровых и счастливых людей, тем больше посетителей фитнес-клубов. Чем больше посетителей фитнес-клубов, правильных фитнес-клубов, с правильной мотивацией, с правильно... Это тоже отдельная, очень интересная тема. Почему люди должны ходить заниматься, им сейчас Сейчас конкретно капиталистическое общество пудрит мозги и тащит их не под теми предлогами. И благодаря этому они многие не достигают этой цели. Очень важно им объяснять, для чего они вообще должны сюда приходить. Не для того, чтобы быть похожими на тех-то, тех-то, которым им навязали эти образы. Они вечно удовлетворенные, ходят разочарованные, многие психологические проблемы испытывают, целая куча, смотрят на глянцевые фотографии, им говорят, вот ты должен стать таким. Приходят сюда и не становятся. Но потому что не дано, потому что на глянце есть уникальные люди, которые генетически одарены, заколочена куча фармакологии, целая куча времени занимается. Человек занимается вот этим видом деятельности, как вот конкретно профессией. Понятно, что никакому нормальному человеку, который не ставит своей целью профессию такую иметь, не может себе позволить такое время этим заниматься. Это не надо. И стать таким, соответственно, тоже. Стать таким нет. Плюс он не может себя отфотошопить перед тем, как посмотреть на себя в зеркало. И поэтому он почему-то видит другую картинку, чем ту, которую он видит на журнале. И он все время разочарован, но при всем при этом его насильно говорят, вот ты должен стать таким, таким. И пинает его в ту же самую фитнес-индустрию, именно через его неудовлетворенность с собой, что, конечно, психологически неправильно для него. Это на самом деле весь капитализм, это срез, один из видов бизнеса. У тебя не того размера телевизор, тебе надо впахивать, у тебя машина не той марки. Ты не похож на Джона Бензеса. Ты не похож на Джона Бензеса. Поэтому это здесь присутствует. На мой взгляд, крайне важно людям показывать, что фитнес надо идти, для того, чтобы получать правильные вещи. Регулярно занимаясь, ты улучшаешь свое здоровье, правильно занимаясь, 100%. Продлеваешь свою жизнь, повышаешь качество этой жизни. То есть вот эти вещи, если ты в голове держишь и приходишь этим заниматься, то тогда ты получишь результат и никогда не будешь разочарован, и будешь доволен. Я хочу немножко отвечать на вопрос задать. Профессиональный спорт – это убийство здоровья? С точки зрения здоровья, профессиональный спорт и здоровье, они, конечно, рядом не стояли. То есть ты в голову угла ставишь результат и жертвуешь в случае необходимости этим здоровьем тоже. Невероятные психо-физические перегрузки на протяжении многих лет сами по себе не очень полезны, плюс высокий травматизм. Ну, тем не менее, скажем, общая физкультура, фитнес. Вот физкультура – это то, что, не люблю американизмов, прямо хочется сказать must have. Это просто должно быть, это должно быть частью жизни любого человека. Физическая культура – это часть общечеловеческой культуры. И как вот ты чем-то другим занимаешься и развиваешь себя, ты тоже должен этим заниматься. Поэтому мне кажется, что это абсолютно неестественная тема. Это как, не знаю, за собой ухаживать, зубы чистить по утрам, не знаю, там, ну, вот это просто часть твоей жизни должна быть. В общем, душа там туда-сюда, тело – это, так сказать, храм твоей души. Ну, почему этот храм должен быть хреновый, да? Ну, так побеспокойся о том, чтобы он тоже был в нормальных кондициях. Поэтому мне кажется, что это важно. Мне кажется, что физическая культура – это просто обязательная история. А фитнес – это, по сути, место, где можно этим заниматься. Причем, если все организовано правильно, то можно заниматься хорошо, достигая соответствующих результатов. Так, у тебя же был период, когда ты отсюда уходил? Да, да. То есть с 2013-го? В 2012-м году я, как роково, вот это произошло, я проработал примерно 7-8 месяцев в качестве… Мне попросил остаться собственник, он сказал, я хочу, чтобы ты стал генеральным директором, уже вот в новом формате, там я остался. И через 8 месяцев я отсюда ушел в силу ряда обстоятельств, о которых сейчас не хочу говорить. Они такие очень своеобразные, можешь как-нибудь отдельно рассказывать. Так и стечение обстоятельств сложилось, и мы расстались. Расстались на нормальных отношениях. Он сказал, я буду рад видеть тебя здесь. Вот турнир, который вот этот вот, обратил внимание, я проводил, когда я уже здесь не был. Уже здесь не работал. Да, я пришел, сказал, только вперед, помогли организовать, провели сюда оптоволоконные кабели. Мы делали здесь турнир с трансляцией на кучу стран мира, точно так же там проводили с интернетом и все такое. Так что отношения сохранились, но я здесь не работал. За это время я успел поработать в другой сетке фитнес-клубов, значит, там еще кое-где. И некоторое время назад он как раз-таки меня пригласил, говорит, слушай, я хотел бы, чтобы ты вернулся. Буквально фактически в феврале месяце я начал работать. Мы с тобой записывались, это примерно в этот же период. Меня в конце того года, в конце 20-го года пригласил на поговорить. Потом я в конце того года подзаболел ковидиком, вылетел на некоторое время. И вот в начале уже этого года, в феврале месяце, с февраля месяца я уже здесь работаю в качестве руководителя опять. Ну, вот в качестве руководителя, да, как человек, который погружен вот в это, в человек, который креативный. Человек, который знает наш спорт, проводит соревнования. Ну, да, ну, понимаешь. Так, соответственно, нагружаемые весами. Вот, например, такой прикольный тренажер для приседаний, чтобы минимизировать нагрузку на позвоночник. Этот поясок надевается сюда, блок, туда навешивается вес, и можно приседать. То есть без опоры по штангу. Ну, штангой не надо держать. Да. Меня параллельно еще снимаешь? Да, я здесь записываю сразу, чтобы показать. Сразу пишешь? Что-то даже слышно будет? Сейчас слышно будет отлично. Тогда, может, мне мозг присоединить, чтобы дебил не выкопать. Конечно, не было смешно. А тебе можно позоветиться даже сам. Не, знаешь, на самом деле, я все запишу звук, а потом на этот звук наложу сверх картинки проводки. Человек, который занимается физической культурой, это гораздо меньше болезнь. Вот это у нас ответственная зона ног. Поэтому он экономический, как раз, и капиталисты, для того, чтобы из него можно было выжимать все соки. И поэтому даже в этих самых капиталистических странах, как бы это ни было, странах, они датируют занятия фитнесом. В Америке чрезвычайно дешевый фитнес. Вот реально дешевый. Я ездил в Штаты, это сейчас все время приятели, мы празднуем, как нам, на все свои фитнесы. Мы в провинциальном городочке, который одноэтажный Американ, классический. Вообще непонятно, где есть мы, что сейчас заниматься. Приходишь сюда, это дисциплина, различные тренажеры. Возвращаемся на золото, чтобы больше. Вот вечер продолжается, видишь, какой объем это. Ну, так, чтобы понимать, что это 90%. Тренировки, мы же с Грузией, это же жимовые, да? Жимовые, жимовые, ты видишь, сколько стоит для жимовых. Грузия, эти стойки профессиональные, по-великтерски. Знаешь, чем они отличаются? Нет, в зимний период подскажем. В чем, что никто не должен поддерживать? Значит, смотри, во-первых, эти стойки обладают вот этими провинциальными городочками. Работают с большими весами. Главное, чтобы станга падая, не прибивала, там, человек, или что, там, голову закрываем. Голову закрываем 500, там, если тут что-то падает, что-то, можно по высоте подрегулировать. В следующий момент, товарищ американцы, просто копейки. Если работают на больших весах, для того, чтобы штамгу можно было поставить по уровню для каждого спортсмена. Я вот точно не могу, я могу соврать. Короче, это было, ну, если не даром, то близко к тому. Это за счет дотаций. Клубы таких содержать, это реально огромнейшее здание, там, бассейн, там, потолки. То есть, это реально дорогущая история, и они могут себе это позволить. Судя по всему, ну, невозможность членов клуба с такими сборами окупить всю эту историю. Ну, и они говорят, что есть дотации. Я об этом уже слышал не единожды, в европейских странах во многих. Так вот, для них, я говорю, это экономически, естественно, не из человеколюбия. Если уж государство или корпорации какие-то деньги вкладывают в эту историю, ровно по одной причине. Здесь они заплатили, сэкономили там. Я много лет назад на одной из этих конвенций слышал цифры, что, по-моему, чуть ли не один доллар, вложенный в фитнес-индустрию, дает чуть ли не 7 долларов экономии на расходах, там, связанных с лечением людей. То есть, это реально просто оправданно, как бы, для того, чтобы было. Поэтому, мне кажется, что даже в рамках существующей капиталистической системы, наверное, бы нашим было бы неплохо допереть, что, когда они будут помогать развитию фитнеса, тем или иным образом, может быть, какие-то налоговые послабления, там, или еще что-то. Они в целом будут выигрывать, ну, экономически, ну, потому что люди просто будут меньше болеть, будут более здоровыми и тому подобное. Поэтому, мне кажется, что вот даже в рамках существующей системы неплохо было бы двигаться в этом направлении. Может быть, когда-нибудь до них это дойдет. Потому что в их человеколюбие я почему-то не верю, но вот в их желание заработать баблецо я верю охотно. И, может быть, дойдет наконец, и хотя бы в этом их интересы сойдутся с интересами обычных людей, потому что в этом случае обычным людям будет подешевле заниматься, а это, на мой взгляд, действительно неплохо. Если мы играем про социалистическую систему, тут один недостаток уже указал, что там стремились к чемпионству, стремились делать чемпиона, вместо того, чтобы стремились... Важная была для них история, но потому что это была конкуренция идеологических систем, и нужно было, так сказать, на международной арене, да. На мой взгляд, во-первых, ну я уж не знаю, насколько это, так сказать, оправда-неоправда. Сейчас вот смотрю на большой спорт, это настолько отвратительное явление в целом, меня от него тошнит. Вот сейчас проходит Олимпиада, она уже буквально заканчивается, да. Я не смотрел ни одного мероприятия. Неинтересно, потому что весь большой спорт – это часть шоу-бизнеса, причем она настолько уже извращена. То есть вот эти бабки, которые диктует все, ну просто все отталкивает. Поэтому упираться именно в большой спорт, и так уж сильно там зацикливаться, гораздо важнее – это конкретно заниматься физической культурой масс. В Советском Союзе было создано для этого огромное количество, так сказать, площадок там было, ну много всего было, но я занимался всю свою жизнь спортом бесплатно. У нас коробки хоккейные, футбольные поля были прям повсеместные, прям повсеместные. Вот я бы мотивацию изменил, вплоть до того, что человек, который массовых, так сказать, спортсменов воспитывает, вот он должен был получать преференции, потому что с точки зрения общества воспитанная тысяча перворазрядников, образ людей, которые прошли через занятия спортом, приобрели соответствующие навыки, развили свой дух, свое тело и все такое, гораздо важнее, чем один воспитанный чемпион мира. Ну воспитывайте их хорошо, да, ничего против я не имею. Так вот за это нужно давать заслуженных тренеров, за это надо поощрять, давать соответствующие бонусы, пенсии, прибавки, чтобы, когда меняется ориентир, понимаешь, вот это важное дело. Так вот оно гораздо, на мой взгляд, важнее, чем воспитание отдельно взятых чемпионов. Спорт – это вообще удел людей с определенными какими-то там, ну там, шило в заднице сидит, ему хочется реализовать себя. Пожалуйста, нет проблем. Но для подавляющего количества людей это не нужно. Человек строит свою жизнь, занимаясь какими-то другими вещами, при том же социализме. Он там инженер, он там какой-то ученый, не знаю, он там преподаватель, так фиг знает о. Для него спорт является как бы самоцелью, безусловно, нет. Но если он при этом будет заниматься физической культурой, от этого выиграют все, именно физической культурой, так вот он должен и заниматься в необходимом объеме, в комфортных условиях, с необходимой интенсивностью, которая во благо здоровью, а не вопреки здоровью. Потому что спорт выше определенного уровня уже становится, ну начинаешь уже там на планке весов. Очень мне хочется эту медаль получить, да, там очень хочется мне достичь такого-то звания, там, титула какого-то. И ради этого уже люди начинают идти на те или иные жертвы. Слышал тему, перед какой-то из Олимпиады просили сборную американскую, олимпийскую. У вас на выбор следующая история. Есть некая таблетка, которая гарантирует вам выигрыш на Олимпиаде. Но съев эту таблетку, вы, опять-таки, гарантированно умрете через пять лет. Больше, по-моему, 50% спортсменов сказали, чтобы они таблетку схавали. С точки зрения ставок, что для них это, да, то есть они настолько в это дело уперты. Ясен пень, когда дело бы дошло до реальной таблетки, конечно, процент бы радикально изменился, да, одно дело поболтать, другое дело, да. Но это, по крайней мере, говорит о том, что сколько для них это стоит. Поэтому, естественно, на кон там кладут там все что угодно. И здоровье там, и жрут допинги там, и все остальное. Многие спортсмены, которые вот убивают, собственно, здоровье, должны достичь результата, стать чемпионом, чемпионом мира, там, олимпийским чемпионом. Они же, вот, у них, даже если достигли цели, все, дальше, как бы, у них еще, может быть, год, четыре года олимпиады, и больше все. Они могут идти в тренеры, может быть, если ноги себе не переломали там. Ну, то есть вот такая карьера-то, она достаточно короткая. Она короткая, но сейчас в мире капитализма она некоторым, кому повезло, единицам, тем самым звездам, дает возможность заработать и обеспечить себя навсегда. В том числе за счет рекламных контрактов, там еще какие-то... Женщина очень богатых, уважаемых людей иногда. Нет, ну, реально они, многие зарабатывают. Если уж повезло выскочить именно в конкретных вид экспорта, где очень большие деньги, и именно в самые звезды, там они, конечно, могут себе заработать на всю оставшуюся жизнь. Ну, там, с той же самой рекламой и все остальное. Еще какое-то время шлейфом они там своей знаменитостью поторгуют, как бы там. А кто-нибудь потом откроет какой-нибудь бренд там одежды, какого-нибудь там спортивного питания, еще какой-то хрени, там и будут продолжать зарабатывать. Ну, какая-то из них небольшая часть. Вся остальная, конечно, после окончания спортивной карьеры, он часто оказывается у разбитого корыта. Вот кончилось, а он кроме этого делать ничего не умеет. Таких огромное количество, конечно. Спорт, он такая штука безжалостная. Ну, то же самое, как шоу-бизнес. Огромное количество людей-то рвется, выскочить на эстраду, там, на сцену, там, да. Везде, везде, везде. И хочется там сорвать вот этот куш, там, ну, блин, там, из миллиона претендентов, там, жалкая горстка тех, кто достиг этого результата. То же самое с бизнесом, понимаешь, все хотят открыть частный бизнес, все лезут, а большинство прогорает. Ну, вот, не знаю, у вас здесь денег больше. В Иванове, желающих стать миллионерами, открыв частную лавочку, было очень много. Из них, кто остался, я знаю, вот прям вот единицы. Ну, у меня даже ролик в свое время был на эту тему записан. Так сказать, идеология капитализма, почему она настолько, так сказать, живучая. Ну, ровно потому, что каждый, кто на сегодняшний момент является эксплуатируемым, не чувствует себя эксплуатируемым, он чувствует себя еще не состоявшийся миллионер, вот завтра у него все выстрелит. Поэтому он, это то же самое, как раб, который мечтает не о свободе, а о своих рабах. Потому что ведь, по сути, в капиталистическом мире стать богатым можно только за счет того, что ты у кого-то это дело подзабрал к себе, как бы, перераспределил. Все люди свободны, и каждый имеет двух рабов. Да, 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 да. Павел, большое спасибо. Не за что. Мы с вами отлично записали эту часть. Ждите продолжения следующей беседы с Павлом.